Доброго времени суток. У микрофона Александр. И сегодня я вам расскажу о трёх распространённых методах подключения компьютера или другой техники к интернету. Садитесь поудобнее и мы начинаем. Ну так вот, я для вас собрал три метода, полностью понятных и интуитивных. Первый из них это модем, второе это кабель и третье это Wi-Fi. Но давайте по порядку. Модем. Это устройство, которое имеет вид флешки и подключается через порт USB. Внутри устройства имеется слот под сим-карту. Устройство, к сожалению, утратило свою популярность совсем недавно из-за того, что его заменила технология Wi-Fi, которую можно найти практически где угодно. Модем сам по себе был создан для того, чтобы можно было вывести ваш компьютер в интернет, даже если вы находитесь не в городе, а, например, в деревне. Вы до сих пор можете купить модем у своего оператора, но скорее всего вам предложат усовершенствованную версию модема с точкой доступа Wi-Fi. Такой модем тоже можно подключить к интернету напрямую, не используя Wi-Fi. А также он имеет главную особенность, это батарею. С ней модем превращается в переносную точку доступа и к ней можно подключить до 10 устройств. Но если говорить именно о модеме, как флешка с доступом в интернет, то скорее всего такой вид модема скоро пропадет и станет неактуальным. Так как в основном все идет к беспроводным технологиям и то, что в компьютерах начинает пропадать разъем USB. Второй наш метод это кабель. О видах кабелей вы можете узнать из видео на моем канале. Кликните на аннотацию, чтобы посмотреть его. В основном все подключено кабелем витая пара с коннектором 8P-8C. И в компьютер или роутер провод заходит в разъем Ethernet или же как его приняли называть это LAN-порт. Если мы смотрим в будущее, то можно сказать, что кабель это уже что-то старое, непрактичное и неудобное. Но кабелем до сих пор подключены и подключаются компьютеры, так как если взять стационарный компьютер, у которого в 80% случаев нет подключения к Wi-Fi, то единственный способ получить на нем интернет это подключить через кабель. Также кабель необходимая вещь для серверов, создание скоростной локальной сети и максимально защищенной. Как все знают, что Wi-Fi появляется из роутера, но это ошибочное утверждение и на самом деле доступ к беспроводной точке нам открывает точка доступа, access point, которая встроена в роутер. Но также access point бывает сам по себе, как устройство раздачи беспроводной точки доступа, например, получая данные по кабеле и раздавая уже все в беспроводном варианте. Сейчас почти у всех устройств батареи имеется модуль Wi-Fi и вы можете наслаждаться интернетом, при этом не быть привязанным проводом. У Wi-Fi имеется типы подключения и каналы, если хотите узнать об этом конкретнее, клацайте по кнопочке лайка и пишите комментарии. Еще очень важно заметить, что сотовые данные это не Wi-Fi, как в большом объеме считают люди, которые мало понимают в этом. В целом беспроводная сеть развивается и с каждым годом становится быстрее, надежнее и популярнее. И вот мы завершаем это видео. Если у вас появились вопросы или вы хотите предложить новую тему для видеоролика, то делитесь об этом в комментариях, оценивайте видео лайками и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового ролика. Всем удачи и пока!